всем привет я тут опять вернулся к пайке плат и что-то мне как-то уже вот дискомфортно очень мелкие детали паять вроде бы и как бы и на очки не ношу зене нормально но то ли детали стали меньше то ли я стал старый но вот совсем мелкие как-то не очень некомфортно и вот нормальный микроскоп для пайки на рынке он стоит достаточно много денег то есть как бы это сотни долларов ну то есть 200 больше на амазоне вообще по предельной цены но на алиэкспрессе так можно все это более менее но в соответствии с ценой и качество это понятно и если поискать на русском языке данную тему собственно голь на выдумки хитра как мы знаем то очень многие из старых фотоувеличителей делаются хорошие микроскопы вот если написать микроскоп из фотоувеличителя из фотоаппарата то будет очень много таких вот роликов попадется которых народ за копейки получил хорошие результаты но я в израиле живу у меня нет его доступа к как это называется там где в россии то за копейки покупают всякую душную рублик вот авито у нас авито нет у нас есть там я ставим свои приколы там можно в частности какой-нибудь объектив canon громадные для макросъемки купить все за там до 100 шекерей но но это не очень удобно может быть даст идеальное качество но он тяжелые вот его закрепить и все то есть как-то и переходник для него какой-то нужен вот а тут народ то за используют старые фотоувеличителей к ним объективы от советских фотоаппаратов а вот мне этого нету я обладаю только алиэкспресс доступом к алиэкспрессу и соответственно то что там продается я купил из этого сделал чего-то чего чего-то чего-то сейчас покажу что мне получилось может быть последуйте моему совету сэкономите пару копеек вот во первых я купил вот такую подставку она оказалась довольно удобной вот эта подставка в принципе для крепления телефона собственно вот она идет с такой штучкой на пружинке то есть телефон закрепляется и оказалось что вот этот вот диаметр это резьба она стандартная и это же резьба у камер наблюдения вот такого типа и поэтому к этой же стойки прекрасно подошла эта камера вот сама стойка мне вышла по моему 25 долларов но поскольку я уже заказал я увидел их и по 20 долларов но не знаю насчет качества то что я заказал она очень классная я ссылку размещу вот и здесь вот этот узел позволяет и его раскрывает выше ниже здесь вот под разными углами соответственно выдвигать штангу сюда здесь крутить под разными углами в комплекте идет вот эта вот подсветка которая со своим пультом тут позволяет яркости оттенок выставлять а вот и в общем то она меня полностью устраивает даже более того чтобы она не перевернулась если тут какой-то тяжелый объектив или что китайцы придумали по во первых она очень тяжелое основание там я не знаю что там песок внутри или железные опилки так мало того тут еще можно стакан поставить какой-нибудь такой тяжелый чтобы она не перевернулась нынароком а вот это все сделано идеально то есть как бы под подсветка она дает равномерный свет все хорошо теперь по поводу камеры камеру я взял как рекомендуют вот эти вот ребята на вот роликах я взял аналоговую камеру говоришь цифровая которая через юсби бывает подтормаживает картинку и очень некомфортно пользоваться из-за этого вот рекомендуют sony там 2 и и какая-то она там вали в общем нет как-то по-другому называется sony в общем в общем она вот такая я ее разбирал дадись на sony там на чипе написано тоже лот приложу по моему 25 долларов я за нее отдал вот у нее здесь есть меню дисплейная 12 вольт вход и соответственно выход на тюльпана просто композит видео все стандартно но тут еще есть какой-то какой-то выход специальный для этих камер для того чтобы можно было электронным способом управлять объективом у меня этого нет у меня просто обычный объектив вот и сам объектив сначала вместе с камерой я купил вот такой длинный специально для максимального зума и он стоил 18 долларов вот но он очень тоненький мне показалось что он задерживает большое количество света и кроме того как оказалось он работает только на небольшом расстоянии относительно небольшом то есть сантиметров 20 и поэтому в целях гулять то гулять целях эксперимента я уже заказал еще вот такой вот объектив это с максимальным зумом тут кажется до 100 пить сколько тут написано 5 100 миллиметров такой зум там есть до 30 до 60 это до 100 вот и он вроде как поширше тут больше света должен пропускать и тут еще на три какие-то кольца настройки не знаю что они означают но я думал зум оказалось что это не зума фокус еще что-то и еще раз фокус общем не знаю можете написать мне в коментах вот и я взял вот это тоже чтобы из них найти лучший вот мы сейчас с вами и посмотрим я еще сам до конца не знаю какой из них лучше но этот стоит дороже стоит 25 долларов этот 18 а вот и плюс ко всему так как из камеры выходит все-таки сигнал видео такой старого типа и аналоговый мне-то монитор обычный пришлось прикупить вот такую штучку вот она тоже стоит хорошо ну как бы не 20 но я прикреплю ссылку не помню долларов 8 она стоит вот оказалось что это самое лучшее из того что есть есть много всяких переходников но только это позволяет получить высокую резолюцию высокую частоту остальные немножко похуже а это период собственно преобразователь вот такого сигнала в VGA вот преобразовывается естественно это я подключил вторым входом в компьютер и соответственно сейчас я покажу что это получилось и мы уже решим что лучше вместе с вами посмотрим я так только поигрался но еще не сравнивал вот с этим объективом не не очень получилось но я не очень-то много с ним игрался я просто как бы как бы так в общем для начала переключаем на VGA вот переключил ничего нету уже есть теперь значит в качестве подопытного я использую мою новую плату искусственным интеллектом я ее еще даже до конца не собрал но в ней достаточно маленький чип и плата еще не засоранная поэтому я думаю что вполне она подойдет для этих целей вот собственно вот здесь у меня мой чип масенький и ну и вот этот модуль sp32 для подключения к вай фай соответственно и теперь вот ну почему он не показывает монитор рекомендуется разрешение 1920 мне в этом мониторе вообще нет такого разрешения хотя сам монитор я купил там год назад lg но он был такой бюджетный но все равно я думал что уж как-то современные мониторы какие бы они не были но не суть сколько есть все все мое что имею теперь значит мы используем вот этот вот объектив за 18 долларов и вот на таком расстоянии а расстояние здесь секунду я возьму рулетку это важно рулетку укладываю донизу здесь у нас 24 сантиметра по мне это для пайки это комфортно но на таком расстоянии вот этот объектив не дает достаточного увеличения как я посмотрю посмотрим что так что он нам дает вот я крутись единственное что можно крутить это в резкость этот объектив намного более понятен чем тот вот вот я настраиваю вот это наилучшая резкость какую я могу получить так вот ну картинка и работать под ней можно ну сказать что она прям красивая как вот бывает на у людей я не скажу не знаю работать под ней можно но почему мне недостаточно это увеличение но я хотел бы вот этот вот чип чтобы он был у меня на пол экрана а он у меня тут вот ну наверное пятая часть экрана то есть для того чтобы комфортно работать по мне эту штуку лучше все-таки опустить то есть вот я так вот я сейчас расслаблю эту штангу вот примерно вот на таком расстоянии вот на таком мне получается такая степень увеличение какая мне нравится для работы комфортно это тот этот 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 резкость ну собственно вот вот лучше уже не будет вот такая картинка такая резкость и расстояние у нас сейчас дом пайки ну где-то 19 сантиметров вот собственно вот все посмотрели сейчас я привинчиваю второй объектив кстати говоря еще момент вот этих камер у них есть два типа размера стандартные там что-то сиес и сиес 2 что ли что-то такое ну можете посмотреть опять же там в описании есть они через черточку и как я понял один чуть меньше другой чуть больше и между ними есть адаптера который идет комплект из камеры вот собственно вот это поменьше размер вот а вот это кольцо это есть сам адаптер то есть если вы выкрутить она выкручивается и ну ладно не левой рукой здесь вниз подручная эта штука сейчас будет вращаться в общем это кольцо оно алюминиево надировано прекрасно выкручивается и вот сюда я сейчас скручиваю вот этот объектив за 25 долларов он более более типа крутой вот все зафиксировал теперь на экране у нас нет ничего попробуем вот при том же расстоянии на котором был тот объектив во первых вот смотрите как влияют вот эти крутилки да вот это самая нижняя крутилка w вот я ее кручу как я понимаю это это зум вот сейчас я вижу что это зум окей хорошо к этому вернемся вот это похоже на фокус написано написано си они f f написано на следующий но таки а сейчас почему-то экран погас может быть это диафрагма а зачем нужна диафрагма здесь ну в общем это этот вопрос он у меня открытый но это фокус написано fn вставляем фокус вот мы его выставили все равно код картинка она какая-то переконтрастная что ли я не знаю чудо все это такое сейчас я из среднюю поворачиваю может быть может быть теперь подкрутить фокус нет вот фокус зум крутить наверно смысла нет окей допустим сейчас пока я не получил картинку хорошую даже даже как было на предыдущем объективе здесь попробую увеличить зум если это зум попробуем делать максимальный зум будет максимум так это то 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 темнеет хорошо фокус нет обратно так чуть 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 все это до предела фокус не удалось выставить теперь вот этом ну вот вроде бы фокус выставил появился какой-то шум все пропало то есть судя по всему это диафрагма то есть видимо так я ее закрываю а так я ее открываю что если открыл на максимум диафрагму чтобы максимум света проходила получаю вот такое все зум на максимум уменьшаю зум появляется вот вот сейчас я получил картинку ну как у того объектива да но она по моему зум здесь еще меньше чем там по моему меньше если я увеличиваю зум то есть как я по ним понял вот этот дорогой объектив ничем не лучше того то есть он он позволяет получить то же самое что то что этот за 18 долларов только для этого нужно немножечко танцев с дубном а если получить что-то лучше я с него не могу то есть чтобы я хотел получить я бы хотел получить вот эту микросхему но в пол экрана например размером в конце концов то при таком вот расстоянии в 19 сантиметров меньше это уже совсем вот плохо и буду паять у меня весь дым будет сюда это будет мешаться а вот ну вот при таком вот в 19 сантиметров я бы хотел чтобы меня чип был в пол экрана ну чё то как то вот он не в пол экрана совсем то есть я как бы вижу да что у него ножки там явно вижу что конечно вот что там там одна ножка там другая но как бы ну как бы то предел окей то есть факт что вот этот вот более дорогой объектив никаких преимуществ мне не дает единственное что с ним надо довольно долго играться чтобы получить в ту же картинку которую я получаю там просто вот настраивать только фокус все то есть судя по всему выкинул я 25 долларов этот объектив он не нужен ничего не дает может быть он хорош для уличной съемки я не знаю приблизить там какой-то объект но качестве микроскопа не то не то это если сейчас подниму еще выше будет еще миле картинка хорошо в общем такая история с этим закончили ну вот я вам показал на своем примере что можно получить из чего вот а тут уже сами смотрите еще один метод значит я взял телефон у мамы это galaxy not 20 ультра я и подарил буквально вот в декабре сейчас у нас апрель это три он который был флагманом там несколько лет назад и у него очень такой классный зум тически на 3 или там цифровой намного а вот я его соединил с помощью значит приложение windows с компьютером чтобы вводить картинку на экран но в таком режиме картинка получается вот вот такой вот к сожалению тут наверное 6 часть экрана это не очень прикольно на самом деле для работы лучше конечно чтобы она на весь экран была может быть горизонтальной позиции меня вот но здесь она вот бывает только так и я думаю что можно в принципе купить какой-нибудь переходник с юсби на там hdmi 9 там чего-нибудь дисплей порт может и и вот подключить напрямую собственно проводом и тогда это будет на весь экран может быть есть еще какие-то сторонние приложения которые позволяют это сделать не знаю общем мысль такая включить на телефоне ну понятно я его выключил вместо того чтобы это секунду пароль так вот и здесь мы открываем приложение а вот такое вот вот такое реклама что реклама как без нее но это в принципе можно купить там из копейки и убрать делаем максимальный зум и картинка получается довольно таки прикольный то есть я сейчас на двадцати четырех двадцати трех сантиметров это собственно платы и вот я вижу довольно таки красивую сочную картинку такую намного лучше чем через камеру кстати уж не знаю почему а вот и и можно заработать такой картинка особенно если получится вывести на весь экран и она соответственно будет больше вполне можно то есть это у нас ки фен эти типы с 48 с шагом между ножками по моему полмиллиметра вот нет 0 4 миллиметра в этом чипе 4 получается очень даже ничего по крайней мере различимо что вот тут вот ножки там это ну как бы хотелось бы больше конечно может быть если удастся на весь экран на это увеличить что будет круче можно конечно уменьшить расстояние до камеры здесь автофокус естественно поэтому никаких игр с субъективами уже не нужно вот я просто приблизил вот примерно вот так она должна быть по-хорошему выглядит вот так но сейчас у нас здесь расстояние сантиметров 7 при таком расстоянии работать нельзя это точно то есть ну как бы ну метод скажем так рабочий но не про не комфортный то есть для однократной работой подойдет мы постоянно с нами такой себе телефон не особо такие дела теперь если интересно как у меня тут дела работы так не нашел и куша пришел второй год собственно я посылаю на всякие на всякие места где отдаленно что-то может быть интересно и вот дальше как вчера послал и биографию свою свой семьи в одну компанию где требуется просто техник для ремонта там чего-то ремонта проверки она меня заинтересовала за тем что это буквально 200 метров от моего дома то есть ну вот через дорогу даже машина не нужно будет заводить а вот и сегодня утром меня туда позвонили причем таким серьезным голосом вот таким представительным кого-то это там хозяин вообще не знает чего какой-то корпорации он говорит можно александра там вот я очень рад там с вами поговорить не мог мог бы я вас пригласить на к нам там в четверг в 11 часов я говорю ну окей хорошо я подойду то есть такими местах всегда есть какая-то надежда на то что помимо простых техников вот допустим они занимаются чем-то банальным они бы хотели разработками заняться и вот таких местах есть огромный потенциал потому что у человека который вот приходит туда с каким-то багажом возможностей у него развязаны руки он может использовать свои наработки свои чипы сам задавать тренды так сказать давать идеи и вообще это очень интересно работать может быть творческая можно хорошие условия получить в перспективе и и вообще вплоть до того чтобы приходить на пол дня или работать из дома или что-то такое намного лучше чем просто приходить вот какой-то хай-тек и там вся эта бюрократии нужно обязательно иметь ученую степень там какую-то там первую вторую и как солдат с утра до вечера и и все там через стандартные программы каждый шаг он регламентируется ну как бы такое даже если меня взяли на такую работу хотя и младший инженер не они не полный не полный инженер меня не возьмут на 99 процентов таких мест не взяли мне было бы некомфортно и вообще то есть я рано вставать это для меня смерти подобная вот позавчера встал рано один один раз чтобы на машину машину отвезти в гараж о чем сейчас расскажу и я после этого два дня ходил просто у меня голова была расколотой просто раскалывался из-за того что не выспался того что рано встал и вообще мне просто хотелось просто спать и все ничем не мог заниматься еле в атошел это один раз был однократно и замза не знаю за год вот так чё случилось машины все банально собственно я там в шортах уже выкладывал ехал по дороге где можно ехать 30 км в час ехал на работу меня вызвали в кои веки на мою позапрошлую работу чтобы им что-то там подсказать что-то сделать они мне заплатили там за эти часы несколько часов я отработал там 700 сек или сплатили 100 сек или в час им сказал стоит плюс ндс а вот и в общем то вот этот вот единственный раз когда я поехал на работу я ехал по дороге где можно ехать 30 я все соблюдаю правила ехал 30 и меня естественно врезался какой-то папуаз который естественно ехал не 30 а там все 60 вот на таком тендере здоровом каком-то там в общем ниссане и он не продырявил этот нечастный мой бампер погнул балку которая внутри бампера находится а вот сказал что у него нет страховки имя какое-то у него соответствующее было какой-то там или я галь какой-то там черт знает фиг произнесешь а вот папуазка и из дал мне сфотографировать свои права в общем-то и все и я уехал я сфотографировал машину свои повреждения и его права приехал в гараж гараже мне сказали гараж мой который занимается мечами значит они сказали ты можешь использовать раз его страховки нету использовать свою страховку и в общем-то в общем-то ты сам как бы заплатишь личное участие после этого платежи по страховке увеличится твои а потом уже ты через наших адвокатов будешь с ним судиться чтобы и как взять него компенсацию за все это деньгами и ты получишь эти деньги вот у нас горит есть адвокат это не проблема это все делается будем все это делать но давай говорит сначала мы ему позвоним там этот мужик который работает в гараже в этом сто у нас у нас это гаража называется а вот и он ему позвонил и тот говорит да это фигня это там просто подмазать кисточкой там что-то ерунда пусть он к нам приходит у меня папа этим занимается он ему все сделает он говорит слышь ты я говорит 30 лет работаю в этом в этой области и у него бампер весь выгнут не подлежит восстановлению в принципе плюс еще балка под бампером выгнута а вот и в общем то тут без вариантов то есть тебе нужно оплачивать полную стоимость ремонта и вообще все это дело по стоимость ремонта насчитали 10600 шекелей без балки балку под позже обнаружили и там не стали добавлять потому что потому что нельзя добавить я сейчас объясню почему короче говоря оказалось что у него есть страховка он просто не хотел ее задействовать чтобы не платить личной части и в общем чтобы из этого малой крови выйти а вот но естественно так его взяли за жопу такому же выгоднее страховку использовать чем платить эти 10 600 сколько стоит и он ждал свою страховку и потом короче говоря оказалось что мою машину оценивают официально в 16000 шекелей а ремонт не может составлять больше 60 процентов стоимости машины счета такое вот и таким образом вот эти вот 10 600 которые там за новый бампер и и это и все ремонт и все остальное они насчитали это получается как бы вот верхушка то есть маг по максимуму все больше уже нельзя то есть грубо говоря хоть я и плачу полную страховку то есть вообще максимальную ку возможно допустим в следующем году если у меня авария была более серьезной чем просто помятый бампер небо просто тупо не ничего не не сделали мне бы сказали либо мы тебе даем эти 16 и забираем эти машину либо мы тебе ничего не даем все же я получу страховку это плевать просто всем то есть я не понятно что платил а вот а более того следующем году моя машина еще официально снизится в цене то есть у меня возможности будут еще ниже то есть если меня стукнут бампер следующем году и я также буду платить полную страховку ежемесячно и и как бы мне это вообще даже этот несчастный бампер мне не поменяют вот и даже с бампером была такая история вот собственно я расскажу может интересно кому-то а значит по закону в израиле и на любую машину старше двух лет принято ставить не оригинальные детали а если есть бы уж на это бы уж на и детали то есть есть такая система называется гальгалим вот и в этой системе как только у гараж сто получает машину в ремонт и нужна какая-то деталь они должны разместить заявку в этой системе есть ли такая деталь бы уж на и вот ну так как у меня волево довольно редкая все-таки модель все относительно разместили нету бы уж на их нету собственно заменен ну как бы нефть не оригинальных есть только оригинал 1 100 1000 долларов вот но несколько лист оригинал будем заказать оригинал все окей потом через три дня я прихожу а уже как бы весь процесс запустить он говорит ой я забыл заявку снять что нам нужна деталь и кто-то увидел что нужно и выставил бампер значит бы уж не какой-то другой машины мы обязаны этот бампер взять а вот я говорю ну окей давайте тогда я там неделю две недели по ездю и и тогда еще раз приду и уже не будет этой детали мы поставим оригинал когда можно так сделать но давай попробуем по-другому я бы сейчас найду причину по которой можно этот деталь забраковать он посмотрел фотографию посмотрел на мою машину говорит вот можно у тебя датчики парковки они как бы литые который под а ну в общем внутри установлены а у там на фотографии они как бы сверху торчат как розетка на стене то есть они как бы накладные поэтому говорит можно сказать это не подходит то что другие были датчики они не подходят к твоим а вот поэтому на этом основании мы закажем деталь новую и таким образом мы сказали новую деталь и мне все это сделали мне все это поставили и сейчас я уже с новым бампером это выглядит вот так покрасили конечно шикарно но грех не покрасить новый оригинальный бампер японский данном случае но что меня да что что меня не удивило скажем вот этот датчик не работает ну не работает 4 работает 3 а дырки под этот под эти датчики но по идее за конусом как бы делать их пластики дырки они в оригинале бампер идет без дырок то есть как бы на тот случай если человек захочет например вместо датчика в камеру поставить это не знаю что а вот дырки надо высвелить вот как они высвелили эти дырки по моему это вот вообще вы высвелили маленькую дырку а потом как-то ножницами расковыряли до нужного диаметра я я не знаю как это делается вот или здесь вот ну как бы по моему можно было это сделать как-то аккуратнее ну ну ладно не будем придержаться в общем такая история а вот в общем это за те шесть лет сколько у меня машина это уже третий ремонт бампер первый был просто ремонт был ужасный по стопами стукнули второе было полная замена поставок меня стукнули и вот это опять полная замена поставок меня стукнули а вот здесь машина бьют нещадно здесь такие такой народ и старается везде вот как-то как-то вот чтобы обмануть чтобы не заплатить чтобы убежать чтобы не не застукали это вот святое дело просто вот кстати вот после того как я поставил камеру себя на балконе резко уменьшилось количество повреждений машины на стоянке вот стенки уже все уже больше не повреждают с тех пор как поставил она на дороге случается вот теперь еще по поводу моего искусственного интеллекта пару слов думаю интересно значит я этим занимался плотно последние года три скажем так когда был коронавирус я сидел дома мог плотно заниматься и когда меня уволили последний раз между этим на работе это так-то всяк и у меня была цель в общем-то цель достаточно такая как это называется фундаментальная цель то есть на уровне не грамматики лингвистики вот разложить любую фразу чтобы можно было разложить буквально папа по косточкам чтобы из нее получить с ее суть в общем-то о чем в ней говорится и что каждое слово означает и все 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 и потом собрать ее в обратном порядке получить из фразу из какой-то мысли вот но это чисто лингвистический подход я это сделал я вот ловлял баги каждый баг занимал там до двух недель иногда приходилось копаться потому что ну как бы иногда баги проявляются совершенно не неожиданно неожиданных местах и сложно до них докопаться еще сложно их исправить ну исправил ok ну по крайней мере то что я находил сегодняшний день а я много там чего где искал и в общем-то у меня это было как работа и я считал себя занятым человеком была цель и все а после как я все закончил и она все работает да я могу уже реализовать это во многих собственно приложениях могу банально сделать переводчик с любого языка на любой могу сделать управление любым устройством с помощью допустим какой-то написанной фразы собственно в любой форме в принципе это уже возможно то есть это уже делал техники это уже есть довольно легко быстро могу это реализовать но это недостаточно то есть это только подготовка к тому чтобы создать собственно полный искусственный интеллект а полный искусственный интеллект это наше спасение как вида в этом мире почему потому что ну в общем то это долгая история но увидите что сейчас происходит даже в политике вот ирана израиль напал пытается напасть грозится я не знаю сейчас я была же выложу видео завтра 10 они до 10 там говорили что они ракеты начнут пулять и ну тут такое дело может быть произойдет чуть позже когда израиль расслабиться а вот россия на украину это все страшное дело все они там творят ну и везде вот такой вот эти хуситы которые там террор террорит вообще корабли всех стран как только можно это набирает обороты почему это набирает обороты и отвлекся от темы сейчас объясню почему значит почему это набирает обороты потому что на самом низком этапе человек это обезьяна собственно которая хочет больше чем чем есть у других обезьян все очень банально самки ресурсы вот это вот территория все что вот вот обезьяна может схватить что она может ощутить территория жратва вот этих люди командовать вот эти все примитивные вещи она хочет это обезьяны чем больше обезьяны и собственно возможности и тем больше она эти возможности используют батарейка у меня разрядилась и выключился телефон в общем технологии используют во зло то есть те же ядерные технологии один оружие шантажирует ими мир пытаются и не пытаются захватывают чужие территории совершают агрессию и говорят а если вы нас нам не позволите мы вас будем вот ядерным оружием и получается такой цунг цванг то есть с одной стороны мир не может защитить от агрессии вот эти вот страны которые не могут сами себя защитить мелкие они объединяются в союзы тоже нато но что это им поможет чем да то есть если нападут на более мелкую страну в общем-то договор есть договор договор хорошо но окей силы есть то есть они могут силой победить допустим так у варвара который вот напал а у этого варвара есть ядерное оружие и тут уже возникает такой вот такая дилемма собственно это уже террор и шантаж и тут непонятно то ли защите этого начнется третья мировая но с другой стороны не защитишь завтра на тебя нападет этот варвара завтра еще на кого-то еще еще этот будет бесконечность пока вообще на всех на всех нет каждый в итоге останутся только самые крупные самые сильные то есть все всех мелких кто-то захватит и и к чему мы придем собственно опять какому-то дикому миру беззакония и все вот это вот вот поэтому для того чтобы как-то как-то нам из этого все быть вылезти ну собственно нужно нужен новый инструмент такой инструмент который уже не попадет в руки к варварам хотя сложно об этом говорить сушу мир глобально опять же все попадает китайцы все копируют и в общем-то полно везде как это называется в общем воруют технологии в общем воруют все порой друг у друга и невозможно что-то скрыть то есть вот это проблематично опять же человеческий фактор но тем не менее единственным методом каким можно все это решить по крайней мере единственная надежда человечества является сильный искусственный интеллект который заменит вот эту вот обезьяну которая вот в своих интересах пытается что-то что-то там урвать и этот сильный искусственный интеллект будет руководствоваться глобальным интересами всего человечества собственного человечества но только только крошечная она находится на крошечной совершенно планете в огромном пространстве космическом да то есть это пылинка и вот за эту пылинку так-то подойти несколько групп обезьян друг с другом дубинками момент готовы эту пылинку несчастную просто уничтожить вместе со всеми своими всем своим сообществам собственно и другими видами которые естественно тоже заодно с ними уйдут которые животные растения все многообразие видов какой у нас есть ну тоже такое а вот так вот о чем я не тут этим искусственным текстом то занимался занимался и в общем то тут я все сделал решил все баки как я уже рассказывал и пришел к тому моменту когда я ощутил такую пустоту собственно кого-то меня второй раз уволили а что мне дальше делать ну вот я сделал да я даю фразу сканливаю а дальше что то есть как бы логика какой страны к ней подступить и как вообще а там такое многообразие всего вот и сначала я три дня ходил с опухшей головой с таким смешанным чувством с одной стороны чувство такой безысходности потому что как бы а я без этого вообще никто то есть меня не 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 работа не 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 смысла не пути ничего не цели то есть все вся моя жизнь она была для этого то есть а а с другой стороны а это а куда дальше идти то есть ну ну как бы логика да окей логика хорошо все а как конкретно вот пытался что-то там конспектировать что-то там это думать дальше то есть до этого у меня это было только в общем как как это реализовать вот но в конце концов в конце концов начала все потихонечку как-то обретать свои формы более менее реалистичные не сейчас у меня уже есть определенная структура определенные наметки которые позволят не двигаться дальше пока еще нету настолько конкретного чтобы прямо вот писать код вот но но в принципе в принципе есть куда идти я действую как как слепой человек как человек в темной в темной комнате в которой нет света и вот он идет на ощупь и вот он смотрит во все стороны руками так 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 и он ищет хоть какие-то зацепки которые ему скажут даже никуда идти я куда идти не надо то есть вот он ощутил стену окей тут стена тут стена тут сюда точно не надо идти значит круг сужается вот так и опять дальше он щупать щупает и вот так же я то есть я вот как-то пытаюсь на основании тех алгоритмов тех собственно структур которые я уже описал полностью меня много функций готова которые все это структурирует разные вещи и позволяют них собственно ну оперировать данными разными я уже несколько форматов данных у меня сформировалась и эти форматы я обыгрываю используем многократно в разных местах программы так вот я вот используя все вот это собственно уже начинаю видеть все точки у меня уже появилась какие-то наметки куда идти каким образом это все описать вот я ищу даже не столько не столько то как я смогу это сделать сколько то как я не смогу это сделать и я и тем ограничиваю свои возможности в реализации другой стороны опираюсь на те методы которые я уже использовал и ну в общем так у меня формируется как-то вот методом исключения собственно формируется то кто как я должен это все сделать теперь значит ну маленький такой пример приведу да то есть ну какой пример привести вот возьмем какой-нибудь там собачку до собачка на улице бежит грубо говоря и вот что интересно собачка сам это воспринимаем это совершенно естественно собачкой все что там в общем то а в каких логических связях это собачка участвует это очень интересно представьте себе много этажей здания и вот на этих этажах есть периодически где-то лифты которые сразу эти этажи собственно вот соединяют один с другим и на одном этаже действуют одни законы на другом это же совершенно другие законы третьем третье не никак не пересекаются между собой единственное чем не связываются между собой эти этажи это вот этим лифтом на котором эта собачка может грубо говоря пипс этажа на этаж переехать причем этот лифт он не поднимается сразу снизу до верху он в каких-то точках собственно пересекает этажи вот что имеется ввиду например на на самом низком этаже к примеру эта собачка это просто вот кусок какой-то предмет с каким-то весом с какой-то плотностью и на него действуют законы физики то есть на этом этаже только законы физики и вся логика она подчинена этим законам физики то есть у нее есть масса инерция ну как я уже сказал плотность все вот это вот в этой собачке не собственно вот по этим законам и на функции клинута на полностью естественно этим законам соответствует как как любое физический объект а на следующем этаже например собачки уже биологические организм и например на этом это это же очень много биологических организм совершенно разных вот растений животных и это собачка с ними взаимодействует то есть это хищник более там это кровожадный может и самочку съесть а там какой-то какая-то мелочь пушит пузатая Там кошка какая-то, собачка может на эту кошку напасть. Нет, дело даже не в этом, я сейчас говорю о биологических законах. То есть вот собачка это, допустим, какой-то объект биологический, и он со всеми этими объектами, которые на этом этаже, взаимодействует. То есть она воздухом дышит, бактериями, которые... Ну вот этот мир биологических организмов различных. А на следующем этаже, например, есть другие животные. Вот кошечки, люди, собачки. И там уже социальные связи, и действуют совершенно другие законы, уже социальные законы. И уже на этом этаже та же наша собачка, она уже... Даже не важно, она из чего сделана, пусть это даже будет собачка-робот. Это абсолютно не важно, потому что на этом этаже действуют законы социальные. И эта собачка уже фунциклирует, взаимодействует со всеми остальными в рамках этих социальных законов. То есть она как бы вот уже социальный объект, вот, и так далее, и этих этажей может быть огромное количество, и причем какие-то объекты, какие-то объекты с одного этажа, они могут вообще в принципе не присутствовать на другом этаже, да, то есть если это какой-то неживой объект, например, он на этаже физических взаимодействий, да, присутствует, а на этаже и социальных нет, потому что там как бы какая социальная связь у него, в общем-то, с другими нет никакой. И можно предположить, что есть этажи, которые нам людям недоступны, мы их просто своими органами чувств не ощущаем, этих взаимодействий, они существуют, вот, мы там думаем, что это потусторонние миры, магия, там, не знаю, четвертое измерение и всякие такие слова мы придумываем, чтобы описать то, что нам неведомо. А на самом деле вполне возможно, что то, что нам неведомо, оно существует точно так же, как и то, что нам ведомо, просто его законы, они есть, но мы их, ввиду наших естественных ограничений, мы их не видим. А вот если создать искусственный интеллект, который будет все это видеть в качестве, ну, собственно, вот, структур и всех вот этих вот правил взаимодействий в разных уровнях, он увидит гораздо больше, чем мы. Вот, поэтому вот в этом цель, чтобы заменить наших обезьян, собственно, вот, вот это наша надежда, собственно, чтобы весь наш мир, чтобы зла не было у нас в мире, чтобы все было хорошо, все было гармонично и так далее. И целью было развитие и общее благо, а не то, чтобы какая-то одна обезьяна урвала у другой обезьяны и уничтожила, и, ну, это страшно, это то, что ведет нас всех просто катастроф.